итак всех приветствую с вами александр продолжая проходить аддон золотой шар или приключение жикана все дороги меня привели обратно на свалку василий василий по-прежнему молчит инструменты для него я все собрал на агропроме что же нам делать так абдуль да у абдуля появляется новый диалог так бтр вижу а где твои знакомые есть проблема помнишь тех рикетиров которые которым ты служил на кордоне ну эти уроды наведались сюда пока меня не было и похитили местного разведчика оставили записку требует миллион да я помню эту записку вот же суки я так и думал что они не простят того оскорбления зря вы тогда не порешили записки сказано чтобы я подошел в указанное место с деньгами и без оружия эта подстава не грохнут тебя но у меня есть план говори же у меня есть один артефакт его можно использовать для внезапно атаки на бандитов они не примут его за оружие главное ударить первыми и не подставить заложников действуем так ты идешь на встречу я тебя прикрываю после того как произойдет контакт с рикетирами я через некоторое время отвлеку их внимание а ты воспользуйся этим используя силу моего артефакта после этого они уже ничего не смогут сделать занятная ситуация они говорят что убьют заложников при малейшей опасности это слишком рискованный план доверься мне ты знаешь как пользоваться артефактом зуда спрашивает он нет впервые слышу о нем нужно из-за всех сил сдавить его в руке вокруг тебя образуется волна аномальной энергии которые действуют на всех во враждебно настроенных людей радуют в радиусе двадцати тридцати метров она сильно до болт долбанет их по мозгам ты задействуешь зуду бандиты на некоторое время потеряет сознание а я из засады пристрелю одного из них после этого мы схватив 2 допросим будь готов к бочку к побочному эффекту энергию артефакта подействует на тебя ощущение неприятное потерплю тогда двинули ну давай пошли допомни я записку вот записка если хочешь увидеть своих корешей живыми то бери миллион бабла приходи к нам к черному леску тарса хорошо я надеюсь по дороге с нами ничего не случится обдуль уже выдвинулся в сторону предполагаемой месты встречи место встречи изменить нельзя да кстати по заданию дипломат макса кукла по этому поводу больше ничего нам не вещает в диалоге также у него ничего не появится не появляется а при попытке открыть этот дипломат приходит происходит стабильный вылет на рабочий стол поэтому его я тоже не могу открыть а и и и и обдувина сломанулся через свалку или нет через кучу мусора который наверняка сильно фонит я там не пойду так еще и собаки кстати да тут же занятная ищица сколько не берешь артефакт отходишь на определенное расстояние он вываливается наверняка это можно разгадать эту загадку но у меня не получилось повезло что выбрался так абдуль вроде болты кидаю все равно влетаю радиация здесь да вижу я бандюков так похоже абдуль сломался абдуль я вижу этих уродов не приближайся к ним с оружием в руках лучше воспрятать ребят отморозки еще те шуток не понимают хорошо я спрячу оружие я останусь здесь на этой позиции ты подойдешь к ним и начнем переговоры о деньгах сразу не говори сначала заручить гарантии что заложники живые как только ты получишь эту информацию сразу задействую зуду тебе и бандитам конкретно шарахнет по мозгам аномальной энергии оно до меня нам не дойдет я воспользуюсь моментом пристрелю одного из них как только произойдет немежка я хватает пдс тела зачем я готов поспорить что у этих гадов есть сообщник который сидит где-то неподалеку ждет сигналы от них если мы спугнем их раньше времени то они получат сообщение на свой пда а засаде убьет заложников если он его не получит то не станет этого делать когда ты получишь пдатор с и которого я застрелю сразу же проверь его на наличие данных о месте где спрятан пленник получишь координаты сразу же беги и защищай своего напарника главное успеть до того кто доберется сообщник это он его порешить все ясно кажется да повторю еще раз раз выстрел пд от рс . на карте успеешь раньше сообщника ну принципе понятно все ну что фраер вот мы с тобой встретились вижу где бабло где где новый билд ой то есть я хотел сказать василий жив ты чё глухой я спрашиваю ты бабло принес лошара я хочу убедиться в том что заложник не убит думаешь я тебе наврал короче спрошу последний раз бабло принес пол или диско ты да принес давай сюда а как насчет хабара у меня есть был уникальный артефакт который стоит миллион такой вариант подойдет неужели он на смерть лампы лампе говорит шикан чего какой артефакт тебе было с ясно сказано неси бабло посмотри ты же специалист сразу поймешь что штука цена деньги у меня есть просто предлагаю выбор торговаться вздумал покажи что у тебя там есть если натуре хороший артефакт возьмем его и бабки с удовольствием вот он так почему не стреляет так посмотрим данные турса мы забрали с него пда да вот да пда использовать получена метка на карте отлично пленный разведчик он говорил надо нужно быстрее ух тышь ее нужно быстрее туда отправляться пока не пришел их сообщник на точку если он придет раньше тогда он пристрелить наших напарников предположительно там должен быть василий который сейчас стоит в вагончике значит у нас будут 2 2 2 василия опа кто там да бандюга смотрите точно прикрывал интересно девки пляшут как ты хреново эти уроды и излупцевали меня как собаку идти можешь могу ты где так долго пропадал в темной долине сначала следовал подземную лабораторию под фарик а затем рыскал по окрестностям нашел редуктор для бтера да нашел можешь его установить конечно пока тебя не было я как мог подрихтовал движок трансмиссию смазал и заправил машину вот спасибо идем к убежищу мне кажется могу тебе помочь у меня есть артефакт проводник ну нам надо как бы этого майора достать обратно на кордон пока я тебе не буду отдавать этот артефакт посмотрю что будет дальше возможно нам понадобится Абдуль интересно вернулся уже на место да здесь василий также стоит и те два бойца которые были там у вагончиков ну забаговалось ничего страшного все в порядке да я сейчас приступлю к ремонту мне понадобится несколько часов редуктор конечно же все это у тебя есть да даем редуктор задание обновилось с ветерком я нашел инструменты на агропроме очень хорошо показывает что у тебя там вот забираем даем ему инструменты наконец-то так не густо но для вскрытия сейфа должно хватить это сейф группировки как же его звали то дятлова которую мы освобождали в ангаре так ты займешься этим да конечно так закрепки закрепим его в тисках тут вроде щель между корпусом и дверцей сейчас мы туда тверку ставим как следует стукнем вот немного поддалось отогнулся краешек а мы его разводным ключиком зацепим и как следует провернем поддается прожрела дверца сейчас я ее с петель сниму есть ну и что же там внутри странно не пойму ни хрена что за дела так что ж такое там елки-палки какая-то лапа или рука фу гадость кто ее сюда мог сунуть больше ничего совершенно может еще какая-нибудь штука так парни из группировки дятлова прикололись над нами им точно было не до шуток что же выходит я зря надеялся на хабар и искал инструменты погоди же кан не расстраивайся дается мне что это не простая рука возьми ее с собой и первое время не выбрасывай может у нее какие-то свойства обнаружатся ну давай получи новый предмет рука мародера да вот такая вот рука некогда принадлежала разорителю чужих скронов наделяет своего носителя способностью открывать заперты сейфы и давно закрытые двери еще кровотечение у него минус 800 процентов так поэтому я снимаю этот артефакт естественно повешу эту руку Василий я тут смерть лампу добыл появляется диалог чего ту которую очкарик нашел ты о нем рассказывал помнишь да помню просто не верится что тебе так крупно повезло слушай а как ты ее добыл расскажи где очкарик ее прятал на одной из мусорных куч с виду эта лампа обычный старый прожектор но имеет свойство убивать все живое вокруг себя вспышками некой энергии да уж зона как всегда в своем репертуаре я хотел спросить кому я могу сбагрить вроде бы кто-то обещал за нее бастословную сумму да мы это читали я лучше попробую поговорить с учеными у меня диалог не был активным тебе нужно найти доктора пильмана поговорить с ним или его агентом спасибо до встречи так неужели придется опять вызывать доктора пильмана клиент тура посыльный от доктора пильмана сбегаю я в очередной раз туда посмотрю что можно сделать с этой смерть лампой но сначала я хочу смотреть вот этот сейф он был запечатан наглухо я думаю нам поможет его открыть как раз рука мародера так интересно Абдуль вернется сюда или нет как раз здесь это что может быть не не а это Что-то сегодня у меня с прыжками не ладится. Да что ж такое, а? Вот, готово. Открытие, сейв, артефакт мародера. Мне сдаётся, всё идёт только хуже и хуже. Да, хороший хабар. СВД-шка, камуфляж леший, какой-то нож отличный. Ну, наверное, так. Не буду я сейчас себя нагружать сильно. Если нужно будет, я сюда вернусь. Пускай пока лежит. Кстати, кукла недовольна. Когда мы с помощью руки открываем чьи-то тайники, а не подбираем код или находим код к этому сейфу. Так, повезло мне, что не было вылета. Мы от доктора Бильмана ждём в указанном месте в очередной раз. Вот, появляется диалог. В моём распоряжении имеется так называемая смерть плампа. Такое вас интересует? Вы серьёзно? Абсолютно. Послушайте, я вам должен объяснить, что подобный образец аномального образования не должен попасть в посторонние руки. Только наука имеет право получить свой доступ в этот артефакт. Понимаете меня? Вполне. Сколько вы мне заплатите? Ну, как бы вам сказать, не хотелось бы вас оскорбить некорректной формулировкой, но много. Так, мы вот физически вам дать не можем. Государственное финансировать, что бы я его побрал? Понимаю, но кроме денег, вы могли бы обеспечить меня необходимым здесь, в зоне снаряжениям и прочими вещами регулярно. Это другой вопрос. Полагаю, что доктор Пильман использует все свои связи, сможет обеспечить вас всем необходимым. Будем надеяться. Как насчёт гарантии? Да, конечно. Впрочем, что это я в самом деле? Вот, возьмите эту вещь. Что это? Радиопередатчик повышенной мощности. С помощью его вы сможете вызывать регулярные поставки боеприпасов, снаряжения, медикаментов и прочего определённую точку зоны отчуждения. Передатчику присвоен особый пелинг военным приказано выслать посылки по его сигналу непромедлительно. Всё это создавалось для нештатных ситуаций, в которые могли бы попасть наши учёные экспедиции. Но раз вы уж служили нам такую неоценимую службу, то забирайте, скорее всего. Спасибо, как им пользоваться. Радиус действия передатчика ограничены. Вызвать поставку можно только в недалёком расстоянии от армейского блокпоста на кордоне. Я помечу вам это место на карте, что именно вам пришлют. Выбирайте сами. Ясно. Всё. Потерян предмет смерть лампа. А где это место на кордоне, интересно. Бобик. Это собачка, да, которая у меня также стояла на месте. Таник бомжа. Пленный разведчик. Нет, эти задания я всё, в принципе, выполнил. Там, так, это куриная слепота, из которого бедолагу вытаскивали. Сейчас посмотрим, как у нас обстоят дела с БТР. Пленный разведчик. 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 кидаю аномалию вижу перед собой аномалии все равно прусть это не внимательность полнейшая да смотрите абдуль вернулся так а по заданию на что найти деталек оружия остается задание у нас для скидана найти исполнитель желания сейчас это на данный момент невыполнимо и в принципе прорваться на батареи через минное поле возвращался я конечно же на кордон отдавал вот этот сломанную винтовку скидану он ее ремонтирует за 15000 или за артефакт и мы получаем эту винтовку в принципе в пригодном состоянии и ничего больше не происходит на свое пользование в данный момент она сейчас уже для меня не актуальна поэтому я не буду возвращаться на кордон а попробую что-нибудь сделать с бтром так нужно установить запуск бтр-а кнопку запуска так вот и получилось броня выдержала взрыв все работает то есть батарея батарея нам хватило на один раз так а почему с нами пошел абдуль а никто иной вот мы прорвались а судя по карте завод росток где-то поблизости вот эта дорога ведет к нему точно говорю бывал здесь до этого нет когда я был одним из агеттов ученого сюда нам было заходить запрещено по некоторым данным здесь был обнаружен очаг неизвестной болезни чернобыльская чума возможно я не помню название у меня припасена вакцина если что надеюсь она нам не пригодится на 8 штук через именно через бар лежит дорога в росток а с ростока по легенде мы должны попасть как раз ну тут припять естественно на чс и к исполнителю желания что такое ни шагу дальше видишь что-то автобус там аномалия как ты определил интуиция кроме того эти кости кости красноречиво говорят о том что в автобусе обитает нечто опасное попробуем обойти его можно конечно но сдается мне по бокам тоже опасно здесь дело в другом слышишь что именно музыка она доносит из этого автобуса действительно я как-то не обратил внимание это аномалия заманивает человека музыкой может быть обратим внимание на сам автобус ржавый стекла вымитый он стоит здесь как минимум год люди пытались выбраться пробраться мимо него полегли здесь их тела истлели а музыка все играет чайковский да точно это чайковский лебединое озеро если не ошибаюсь вот это интересно но как номиновать эту штуку и продолжить путь я думаю между музыкой аномалия есть некая связь улавливаешь ты хочешь сказать что ее нужно отключить да еще советую обратить внимание на этот столб что справа от автобуса видишь на нем горит свечка это неспоста это могила братская могила для людей ешь хавших когда-то на этом автобусе стоп это свечка лебединое озеро их погребальная музыка пока горит свечка играет музыка до тех пор аномалия работает короче попробую пробраться в этот автобус и вырубить проигрыватель это все равно что прыгнуть с девятого этажа и не убиться и не убейся но неправильно написано хорошо посмотрю поближе что это за автобус нет кукла кукла что думает по этому поводу мило будь осторожен это на мале автобусе убивать за одну секунду чтобы разрядить ее нужно выключить штуковина который лежит на сиденье издает музыку осторожно ступая рядом с трупами погибших туристов если отойдешь от них более чем на метр погибнешь доберись до источника звука и отключи ее у меня с собой нет гитары я на гитаре бы не сыграл чековского но это было близко близко так наконец-то удалось мне выключить его заняло какую-то часть времени я даже успел в автобусе еще что-то заметить какой-то ящик колбу номер 2 интересно старый кассетный магнитофон так обдуть что дальше у нас что произошло все нормально ты я посетил аномалию я вытащил тебя из автобуса теперь пути к ростоку стал безопаснее двинули дальше да все пусто в принципе можно выдвигаться так пока пуль идет я пойду местность зачищу чтобы не было неприятностей и 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 Слушай, давай поможем бедолаге, зомби, не слишком опасные противники, что скажешь. Завалим этих мертвяков, как скажешь. Не советую тебе найти оружие, помочь нею, кучу патронов. Кто его знает, сколько там этих зомби, лучше всего подошел бы пулемет. С радостью надеешь его взять. Я осмотрел тело этого военного, которого ты нашел в рацию. При нем был колчок бумаги из пометок, которым говорится, что в КамАЗе у дороги спрятано оружие. Советую проверить кузов машины возле... Возможно, ты найдешь, если не оружие, то хотя бы патроны. Я подожду здесь, но недолго. Так, ты почему-то остановился. У тебя есть бинокль? Посмотри туда, где дорогу пересекает Канава. Я вижу, что там довольно много зомби. Думаешь, они нас остановят? Это вряд ли. Но я, конечно, вспомнил. Агентам было запрещено проникать в окрестности Ростока из-за опасности заражения. Так вот, источники заразы, по слухам, были именно зомби. Если на подступах к заводу уже так много зомби, то что будет дальше? Кроме того, я вижу труп военного рядом с той кабиной. Надо его смотреть. Вот в миксторе для подстраховки он дает иммунитет на некоторое время. Окей. Да, ребят, на этом все. Дальше КамАЗа нет дороги. Стабильный вылет у всех, причем я почитал на форуме. Поэтому я буду заканчивать свое прохождение. Хотя нет, давайте поступим иначе. Да, стабильный вылет после КамАЗа. Если мне не верить, я могу скинуть сохранение. Но ЖКан достоин дойти до исполнителя желаний. Так же, как и мы с вами. Проделанный огромный путь. Выполнено очень много интереснейших квестов. Я бы сказал, даже этот мод мог бы войти в тройку лучших сюжетных модификаций. Очень было все интересно. Таких квестов я нигде не встречал. Поэтому мне очень понравилось. Захватил меня этот мод. А с вами я буду прощаться. С вами был Александр. Всем до новых встреч. Всем пока.